Еще в Кагмине определили пять реформ, которые обещают провести в ближайшее время. Самые противоречивые – земельная и пенсионная. Большая приватизация госпредприятий наверняка вызовет тоже много споров. Даже несмотря на 80 миллиардов убытков, которые ежегодно эти предприятия наносят в стране. Еще две вызывают ажиотажа меньше. Это реформы в сфере образования и здравоохранения. Хотя по-новому лечить и лечиться украинцы должны уже с июля месяца. Большинство медицинских услуг станут платными. Больницы хотят автономизировать. Что это значит и к чему готовится пациентам? О реформе за здравие Елена Митясова. Сохранить нельзя, реформировать. Нет бесплатной медицине привязки к кой-ка месту и статистике. Чиновники перекраивают здравоохранение, взросшенное Советским Союзом. Охрана здоровья живет в радянской модели финансования. В радянской. Когда финансуется абстрактно, абсолютная цифра, дается лекарный бюджет. Как этот бюджет выкоросят, никто не знает. Полежать для профилактики в терапии? В Баку заколола, пусть доктор посмотрит. Готовьте деньги. Если помощь не срочная, не угрожает жизни, вы не беременны, не ребенок и не болеете редкими заболеваниями, придется раскошелиться. Парламент узаконил платную медицину. Мол, де-факто она уже и так давно не бесплатная. Мы должны полностью перебрать целью и незрозумимые деньги от пациентов и перевести это все в оплату, в первую очередь, державы за медичную допомогу, за медичную послугу для людей. Нема жодной краи, где медичная допомога вся надавалась безоплатно. Если мы работаем, если мы, извините меня, ездим за кордоном, отдыхаем, то, мабуть, что нужно все-таки откласти гроши, для того, чтобы при настане какого-то необходимости надания медичной допомоги был резерв. Правда, часть денег государство будет компенсировать больницы за услуги, предоставленные пациенту. Но речь идет только об оказании первой помощи. О плановых и хронических больных ни слова. Неизвестно пока и сколько будут стоить манипуляции. Но это дело времени. Выдумывать велосипед чиновникам, в принципе, не надо. Все давно уже просчитано частными клиниками. Внутривенная инъекция 102 гривны, консультация кардиолога 420, аппендектомия 10 тысяч гривен. Не исключено, что подобная калькуляция ляжет в основу стоимости услуг и для государственных больниц. Но все ли решат такие экономические уравнения, если в крупных городах медики справятся с такой финансовой независимостью, то что будет с больницами в провинции? У нас в сельскохозяйственный район, когда закрыты все предприятия, у людей нет денег. Очень трудно сказать, что они могут оплатить сегодня операцию, которая делается на параскопическом, это большие растраты. Именно за счет денег пациентов и будут выживать больницы. Чиновники дали медучреждениям полную автономию. Хозрасчет за свой счет. Не будет государственной субвенции на заработную плату медикам. А местные бюджеты это все не потянут. Они сейчас уже не могут сплачивать коммунальные послуги за такими драконовскими тарифами. А еще и нужно будет платить заработную плату. Это отделение нашей анестезиоинтенсивной терапии. Это рентген-аппарат. Это такой ракурс. Посмотрите, бачите, хворие лежат, кардиомонитор есть, концентратор кисню есть, дыхательные аппараты. Но все это теперь могут утратить с нового года. Ведь кроме автономизации больниц, медреформа, это еще и оптимизация. Покладено принцип 60 километров и 60 хвилин до езды, которые не дотримаются. И покладенный принцип 200 тысяч населения округ мое буты. Эта районная больница в Шаргороде должна стать частью госпитального округа Могилев-Подольского. Возможен вариант и объединение с соседним райцентром Жмеренко. Но и в первом и во втором случае придется закрыть операционные, родильное отделение и реанимацию. Цю субботу была позамоткова вагитность 22 роки. С Михайлевки. Три литра кровоотрата. Привезли без пульса, без артериального тиска. Через 15 хвилин в операционной уже разрез. Она до Жмеренко не доехала, а до Могилева темпача. А это село Бережинка. В 8 километрах от Кропивницкого. Сельская амбулатория обслуживает 2500 человек. За старшую сегодня медсестра. У нас працуют лекарь-стоматолог, семейный лекарь, фельдшер и две медсестры. Мария охотно показывает амбулаторию. Есть и манипуляционный, и детский кабинет. Только лабораторию закрыли. Чтобы сдать анализы, нужно ехать в район. А так для оказания первой медпомощи есть все. У нас находятся медикаменты для оказания первой медпомощи. Как за обеспечение медикаментов? Я расскажу, что 100% дают по возможности. Вот на такие амбулатории реформаторы возлагают большие надежды. Уже с 1 июля медики первичного уровня будут работать по-новому. За каждого пациента государство будет платить в среднем по 200 гривен в год. При полной загрузке, подсчитали чиновники, доктор сможет заработать до 35 тысяч гривен в месяц. Сумма впечатляющая, но есть нюанс. Никто не учел расходы. Проводился анализ, сколько денег нужно затратить на одного пациента, чтобы его обслужить. То есть провести флюорографию, кардиограмму, анализы, прием лекаря. Это все в межах 150-160 гривен. То за один раз пациент съедает все деньги, которые ему выделяет держава. Что будет дальше? За чей рахунок будет дальше ликоваться этот пациент? Новая медицинская система будет работать по британской модели. Украинские реформаторы решили, она самая оптимальная для нас. Но оказывается, пациентам в Британии совсем нелегко. На прием к специалисту не записаться. Ждать в очереди нужна вечность. У Маркуса Эванса лимфома селезенки. Ему очень повезло, что диагноз поставили всего за несколько недель. Изначально, когда мне поставили диагноз, я должен был сидеть в коридоре больницы по 2-3 часа впустую и тратил время. Все эти пинания из кабинета в кабинет были утомительными. Самое сложное – попасть к доктору, говорит Эванс. Но если уже в кабинет вошел, помощь окажут на высоте. Но многие ее могут и не дождаться. У нас берут чем-то найгаршую систему охраны здоровья. Само британскую. Где до військового фаховца черги выстраиваются на 2-3 месяца. Где семейный лекарь зацикавленный, чтобы ему больше заплатили. Зацикавленный в том, чтобы какомога дольше не потрапил хворий до військового фаховца. Но прежде чем реформа Минздрава заработает по-настоящему, кабину предстоит утвердить еще не одно решение. Принятие европейских стандартов лечения, прокалькулировать стоимостью медуслуг. Но из реформаторских формулировок ясно пока только одно. За пациентов медикам придется побороться. И пока непонятно, кто выйдет победителем в этой борьбе. Елена Митясова, Елена Брынза, Оксана Кундеренко, Алексей Шматов, Владимир Кубакин и Сергей Дубинин. Подробности недели телеканал Интер.